События дня в настоящем времени в студии Вашингтоне с вами Игорь Тихоненко. Смотрите ближайшие полчаса. Украина обсуждает итоги референдума в Нидерландах. Владимир Путин прокомментировал публикацию панамских архивов. И Пентагон официально объявил о начале кибервойны против террористической группировки «Исламское государство». Я передаю слово Тимуру Олевскому в студию в Праге. Тимур, пожалуйста. Да, Игорь, точку в событиях настоящего времени я поставлю прямо сейчас. Я Тимур Олевский. Так начинаем. Украина обсуждает итоги референдума в Нидерландах. Голландцы проголосовали против подписания договора об ассоциации между Евросоюзом и Украиной. Но премьер-министр Марк Рютте поспешил все объяснить тем, что обществу не нравится общее состояние Евросоюза. Однако жители Киева, с которыми поговорила моя коллега Беата Бубенец, все приняли на свой счет. Отказали? Значит, такое отношение к Украине. Это результат действий нашей власти. Я не в курсе этих дел. Нам надо работать над собой. Объективный результат. Объективный результат. Мы никому не нужны. Я, конечно, хотел бы, чтобы были больше за. Мне не интересно. Толку, что я буду от этого смущаться и не смущаться? Я же не могу на это никак повлиять. Брата, и умна. Если ты богатая и умная, тебе нужен плохой муж? Нет, не нужен. Вот так и с Украиной. Кому мы нужны в Европе, дочка? Кто тебя туда возьмет? Нам нужно действовать адекватно. Нам точно так же нужно забыть о них. И свою судьбу делать своими руками. К результатам, конечно, я дрицательно отношусь, да. Мы не знаем вообще про референдум в Нидерландах. Ну, я считаю, Украина все равно попадет в Европу. А я же результат еще не знаю. Этот результат, он скорее всего вызван тем, что действительно была очень маленькая явка, а пошли именно те, кто были против. Мне хочется, чтобы мы в Евросоюз попали, чтобы мы встали, чтобы навели порядок в Украине. На результаты голландского референдума уже отреагировал МИД Украины. Там напомнили, что он носит лишь рекомендательный характер, а высказался и президент Петр Порошенко. Мы должны принять во внимание результаты референдума. Но это не окончательное решение. Мы ждем ответа от голландского правительства. При любых обстоятельствах мы продолжаем реализовывать договор об ассоциации с ЕС, включая соглашение о зоне свободной торговли. Украина продолжит курс на ассоциацию с Евросоюзом. А депутат фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Украины Мустафа Наем возложил вину за провал референдума лично на президента Порошенко. Независимо от того, какой будет окончательная явка на референдуме в Нидерландах, его результат это приговор лично Петру Порошенко. Ни стране, ни войне, ни жителям Нидерландов. Это приговор президенту страны, который, имея все полномочия в течение двух лет, системно и настойчиво между прошлым и будущим выбирал прошлое. Расхожее выражение, у победы 100 отцов, а в случае вот такой неудачи, надо ли искать одного виноватого? Поэтому ждала внутренняя оппозиция, так сказать, демократическая. Юлия Тимошенко, Олег Лешко, националисты. Вот теперь начнется. Вот теперь нашли врага. И это, конечно, деструктивно, потому что спокойно обернуться каждому политику на себя, посмотреть на свою политическую силу, посмотреть, а не ворует ли кто-то у тебя справа или слева, а не воруешь ли ты, вот так, знаете, автоматически, не засунул ли ты руку свою не туда, куда надо. Вот этим они не занимаются. И то, что не произошло после такого, в общем-то, потрясения, ведь это имиджевая история. Никто Украине не говорит до свидания навсегда. Ей говорят, простые жители непростой страны, говорят, вы не готовы, ребята, вы не готовы. И вместо того, чтобы, ведь они не Порошенко сказали, что он не готов, да, всей стране. И вместо того, чтобы начать это анализировать, вот сегодняшние выпуски газет, сегодняшние ток-шоу, и завтра будет особый анализ в пятницу производиться. Вот главный угол этого всего, как все проиграл Порошенко. Ну, это, мне кажется, очень инстантильно. А мог ли президент Украины вообще избежать упреков в свой адрес? Персона президента так или иначе ассоциируется и со всем хорошим, и со всем плохим. И это не только в Украине, а во многих странах, независимо от того, насколько давно они распрощались с советским патернализмом. Должен сказать, что, конечно, не только президента обвиняют, обвиняют и украинских дипломатов в том, что они не доработали, обвиняют и украинское гражданское общество в том, что оно мало участвовало в этой подготовке. Итоги референдума в Нидерландах прокомментировал и другой президент. Президент Литвы дали грибы у Скайты, причем выступила она и на украинском языке. Сегодня мы должны стать еще более едиными и решительными, готовыми к реформам интеграции и новой европейской Украине. Литва и вся Европа будут на вашей стороне. Слава Украине! Публикацию панамских архивов впервые прокомментировал президент России Владимир Путин. Он назвал эту публикацию попыткой раскачать ситуацию в стране изнутри. Он заявил, что гордится такими людьми, как его друг-вилончелист Сергей Ралдугин, имя которого фигурирует в этих документах. Он является миниоритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Нет ничего подобного. Какие-то зарабатывает. Но вот что любопытно и интересно. Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, и в числе своих друзей, и вообще в целом. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию. Вот это Владимир Путин сказал на форуме «Правда и справедливость». В то время как российский президент отрицает коррупционную составляющую в офшорном скандале, власти Панамы решили создать комиссию для проверки финансовой деятельности компаний в стране. Я хочу подчеркнуть, что Панама продолжит сотрудничать с ведомствами других стран, чтобы наказать виновных в преступлениях, которые были вскрыты в нашей стране. Мы будем обмениваться информацией в соответствии с международными соглашениями, ратифицированными Панамой. Мы хотим подтвердить свою приверженность нормам международного права в поисках решения этой глобальной проблемы. Панама является одной из наиболее привлекательных офшорных зон для ведения бизнеса. Уже почти 40 лет фирмы-посредники, ну вот такие, как Масак Фонсека, открывают на территории Панамы компании и счета для иностранных клиентов. Информация о владельцах компании и их доходах не передается в госорганы и, собственно, позволяет платить поменьше налогов. Руководство Масак Фонсека настаивает, что все их операции легальны, а опубликованные документы получены незаконным путем и вырваны из контекста. Мы направили жалобу в Генеральную прокуратуру. Мы отправили запрос и, кроме того, нам сейчас помогает государственная структура, которая изучает вопрос. Публикация расследования о панамских офшорах международного консорциума отразилась не только на политиках. Испанский режиссер Педро Альмадовар отказался от участия в публичных мероприятиях, связанных с его новым фильмом «Джульетта», чтобы не отвечать на вопросы об офшорной компании, которую он открыл еще в 1991 году. Transparency International призывает раз и навсегда решить проблемы офшоров. Речь идет не просто об уходе от уплаты налогов или прикарманивании деньжат то тут, то там. Мы говорим об ужасающей коррупции, об откачивании огромных средств из образования инфраструктурных проектов. Эти деньги имеют непосредственное влияние на жизнь каждого человека по всему миру. Кстати, скандал затронул и самих борцов с коррупцией. Имя председателя Transparency International в Чили нашли среди владельцев офшоров, и он вынужден был уйти в отставку. Среди фигурантов офшорного скандала есть и чиновники из Армении, и семья президента Азербайджана Ильхама Алиева. Публикация документов Панама-Гейта совпала с обострением в зоне Карабахского конфликта. Вот что об офшорных схемах дочерей главы государства думают жители Баку. Я в эти дела не вмешиваюсь. Мы ради него готовы на все, потому что он возвращает наши земли. Наверное, у президента должно где-то что-то быть. Я не думал об этом. Ничего не слышал. Узнал об этом только что от вас. Нет, это все слухи. Когда прячут деньги за границей, строят там виллу, кому это понравится? Нет, много всего говорят. Он старается. Он один, а нас много. Азербайджан сейчас в тяжелом положении. На эти деньги можно было бы тут создать новые рабочие места. Мы не против того, чтобы у него что-то было, но люди должны жить нормально. У нас низкий уровень жизни, так не должно быть. Крупный скандал сотрясает всю последнюю неделю Литву. Департамент госбезопасности республики совместно с контрразведкой опубликовал отчет об угрозах. Согласно документу, активную разведывательную и даже подрывную деятельность против Литвы ведет Россия. А инструментами в информационной войне стали в том числе известные местные политики. Публичная часть отчета об угрозах Литве только вершина айсберга утверждает в департаменте госбезопасности. Основная часть здесь и кречина, и огласки не подрежит. Однако даже разглашенная информация привела к крупному скандалу. Среди упомянутых в отчете фамилии, общественные деятели, политики, действующий депутат парламента и даже подписанты акта о независимости. По версии спецслужб, они умышленно или неумышленно служат интересам России. В первую очередь, когда активно выступают с критикой Литвы в российских СМИ. Мы, конечно, уважаем вклад подписантов акта о независимости в восстановление государства. Но в последнее время факты говорят сами за себя. Давайте посмотрим, какие были заявления. Давайте посмотрим на участие в российских СМИ. Давайте посмотрим, как Россия эти заявления интерпретирует. Я еще раз повторюсь, мы оцениваем подписантов акта не с правовой точки зрения, а с точки зрения угроз. И мы считаем, что их определенные высказывания несут угрозу. По иронии судьбы, упомянутый в отчете один из отцов литовской независимости Зигмас Вейшвилла, сам в прошлом был директором ДГБ. Все обвинения политика отрицает и не исключает возможности подать иск в суд на главную спецслужбу страны. Опубликованная в этом отчете Департамента государственной безопасности и 2-го Департамента оперативных служб информация грубо нарушает мои права и права иных лиц выражать свое мнение и критиковать власти за ее действия. Конкретных доказательств теперь требует и упомянутый в документе депутат ритовского парламента Аудрюс Накас, который считает, что весь доклад, во-первых, создан на волне антироссийских настроений для обоснования собственного существования ДГБ Ритвы, а во-вторых, раз публично критиковать власти уже нельзя, то следует создать точный свод правил, что говорить можно, а что нет, как в советское время. Думаю, это единственный случай, когда фамилия политика и члена Сейма появляется в таком отчете. Даже не представляю, как было бы в других странах, если бы, например, член Конгресса США или депутат Госдумы России подозревался в работе против своего государства. На самом деле это нужно оценивать никак иначе, как провокацию. И в данной ситуации спецслужбам нужно будет представить не только абстрактные фразы, но и конкретные доказательства. Сам отчет почти весь посвящен России. Угроза международного терроризма названа маловероятной. Помимо информационной войны, Россия активно вербует граждан, внедряет в госорганы своих осведомитерий, треть российского дип-корпуса, кадровые разведчики. И даже вот эти антенны на крыше здания посольства России в Вирнюсе, шпионская техника, говорится в документе. Россия и дальше остается основной угрозой для безопасности страны. Геополитическая ситуация во всем регионе, несмотря на сложности в российской экономике, остается без изменений и напряженной. Российские имперские амбиции, желание доминировать во всем мире, демонстрация силы остаются главными нашими угрозами. Кроме прочего, утверждают авторы документа, Россия шантажом и подкупом вербует граждан Ритвы в самой России и в других странах, разжигает недовольство Ритвой среди нацменьшинств, не исключена даже попытка внедрить под видом новобранцев завербованных риторцев в армию страны. Денис Тарасенко, Настоящее время, Вильнюс, Ритва. Перенесемся в Россию, в селе Муратовка Пензенской области. Водопровод работает несколько часов в сутки. Его включают на весь день, только во время похорон. Власти объясняют такую схему подачи воды, заботой о жителях. А Екатерина Пономарева, наша коллега, разбиралась в коммунальных законах жизни и смерти. Это уже запас воды помыть, поэтому наливаешь в тазик воды, ставишь, моешь, полоскаешь. Это уже только из ведерка. Воды после обеда нет, значит, в округе все живы, рассказывает нам Ольга. Если же из крана бежит с утра до вечера, жди похорон и узнавай, за кого за упокой ставить. Коммунальный закон жизни и смерти в селе Муратовка. Да, у нас двое суток шла вода, потому что были похороны. Похороны заканчиваются, все, и у нас вода на этом заканчивалась. У людей горе, человек умер, а у нас на селе праздник, у нас круглые сутки вода. Но народ на селе крепкий, предложает Ольга, так что по-человечески, в смысле, как положено, из крана, они моются редко. Воду здесь дают только на несколько часов в день. Что регулярное водоснабжение нужнее мертвым, чем живым, решили местные власти. Водопровод в Муратовке работает по расписанию, в целях экономии. Трубы на ладан дышат, круглосуточные работы, систему и похоронить можно. С деньгами на реанимацию водопровода в бюджете мертва. Вот и решили пускать воду по часам. Старая дедовская схема поле из ковшечка еще никого не убила. Набрал в таз, да помылся. А вот в последний путь человека проводить надо. Со всеми удобствами. Чтобы помочь людям в их горе, тоже было принято решение на сходе граждан, чтобы вода подавалась без перебоя. Эту коммунальную ритуальную историю глава рад бы и похоронить, да уже не выйдет. Как их жизнь напрямую зависит от соседской смерти, жители Муратовки рассказали журналистам из райцентра. Они передали дальше и поднялся шум. Я ему звоню насчет воды, говорю, Василий Александрович, воды нет. Он мне говорит, не п***ю, что у вас воды нет. Это раньше Василий Александрович в выражениях своей правоты не стеснялся. А сейчас приходится подыскивать слова, чтобы объяснить ситуацию, и деньги на ремонт сетей. Ведь за воду люди платят исправно. Сейчас вода в кранах течет на 4 часа дольше прежнего, до 8 вечера. Впрочем, латание дыр в худом водопроводе, что мертвому при парке. Глава говорит, чтобы все наладить, нужно сначала вдохнуть жизнь в сельский бюджет или вступить в госпрограмму «Чистая вода». Но это только на будущий год. Екатерина Пономарева, Настоящего Времени. И вновь перенесемся в США. Генеральный секретарь НАТО Йенс Толтенберг завершает свой 4-дневный визит в Вашингтон. Накануне глава Альянса заявил о том, что Западу необходимо избежать новой холодной войны с Россией. Об этом он говорил в Атлантическом совете США и в интервью нашему корреспонденту. Диалог с Россией необходим, поскольку мы должны избежать холодной войны. НАТО не стремится к конфронтации с Россией. Но мы твердо уверены в том, что сильные системы обороны и четкий предсказуемый подход могут сосуществовать с диалогом. Диалог также нужен для того, чтобы избегать инцидентов, таких как, например, со сбитым российским самолетом над Турцией. Если подобные инциденты случаются, мы не должны допускать того, чтобы они выходили из-под контроля. То есть различные типы транспарентности и механизмы снижения рисков важны для того, чтобы избежать усугублений и без того сложных ситуаций. И если... Между тем, Соединенные Штаты официально объявили о начале кибервойны против террористической группировки «Исламское государство». Министр обороны Эштон Картер поручил киберкомандованию Пентагона атаковать ИГИЛ. По его словам, это первое задание военного времени, которое выполнит созданная в 2009 году структура. Ее задача состоит в том, чтобы помешать руководству ИГИЛ командовать силами, планировать операции, а также подорвать их финансы и их способность сплотить боевикам, заявил Картер. Противостояние ИГИЛ продолжается не только в киберсфере. На этой неделе президент Обама вновь подтвердил, что его администрация намерена увеличить масштабы военных операций для нанесения ударов по позициям группировки в Ираке и Сирии. Тема продолжит Вадим Оленьчев. Президент Барак Обама на этой неделе провел в Белом доме встречу с представителями высшего военного командования США. В ходе встречи президент обрисовал задачи американских вооруженных сил в нынешних условиях. Америке все чаще приходится применять военную силу в различных конфликтах одновременно, что усложняет процесс оперативного командования на всех уровнях. Так, руководство Пентагона характеризует сегодняшнюю ситуацию в мире как постоянно растущую угрозу. Частью этой угрозы Барак Обама считает и Россию. Мы развиваем возможности наших вооруженных сил с целью сдерживания агрессии и защиты безопасности, как нашей, так и наших союзников. Это означает и увеличение нашего присутствия в Европе, особенно в свете нарастающих агрессивных действий со стороны России. Помимо традиционного соперничества Вашингтона и Москвы, перед коалицией западных союзников стоят, как выразился министр обороны Эштон Картер, трансрегиональные вызовы. Вооруженным подразделениям США, в том числе и в составе НАТО, все чаще приходится сражаться не с регулярной армией враждебного государства, а с разрозненными военизированными формированиями, часто не имеющими национальной и территориальной принадлежности. Самым ярким примером таких конфликтов 21 века является так называемое «Исламское государство». Как мы видим, ИГИЛ по-прежнему способен осуществлять масштабные теракты на всем протяжении от Турции до Бельгии. Поэтому сегодня я хочу еще раз подчеркнуть, что мы не собираемся мириться с такой ситуацией, и что ликвидация ИГИЛ остается для меня главной целью. Помимо «Исламского государства», говорят эксперты, в будущем Америке, возможно, придется иметь дело с новообразованными и враждебно настроенными странами. Их власти могут проявлять необоснованное стремление доминировать в своем регионе. Поэтому командование США и НАТО должно обладать возможностью в кратчайшие сроки передислоцировать войска с континента на континент. Для этого требуется организовать структуру командования армии и флота по-новому. Кроме того, Пентагон планирует сократить командный состав на 25%. Мы намерены повысить нашу эффективность путем интегрирования различных функций, таких как логистика и разведка, спектр обязанностей высшего командного состава. Это позволит устранить дублирование функций и сделает систему командования более гибкой. Если раньше Министерство обороны отвечало за военные действия на суше, на воде, в воздухе и в космосе, то теперь к ним прибавились еще и операции в киберпространстве. Расширение сферы масштабов деятельности военных в первую очередь требует дополнительных финансовых осигнований. Поэтому Пентагон ожидает, что Белый дом и Конгресс осознают необходимость увеличения финансирования армии, авиации и флота. Как отметил Эштон Картер, Министерство обороны США сейчас испытывает постоянную необходимость улучшать свою работу, чтобы она больше соответствовала требованиям времени. При этом наибольшим стратегическим риском для Америки глава Пентагона считает возможный межпартийный раскол на Капитолийском холме, который может привести к новым бюджетным сокращениям. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Утратила ли Америка свое лицо? На этот вопрос жители США попросили ответить исследователи общественного мнения из университета Квинни-Пиак. 57% американцев ответили «да». Недовольство социальным, внутриполитическим и экономическим курсами страны выражено главным образом представителей республиканской партии и особенно у сторонников Дональда Трампа. Приверженцы демократической партии или кандидатов в президенты Берни Сандерса и Хилари Клинтон с этим утверждением в основном не согласны. И в преддверии праймерис в одном из самых крупных и важных штатов США, Нью-Йорке, наш корреспондент Виктория Купченецкая пыталась разобраться в природе политических предпочтений местных избирателей. Университет Пёрчес расположен в Эсчестере, респектабельном пригороде Нью-Йорка. Именно в этот район в 99-м году Хилари Клинтон переехала, чтобы баллотироваться в американский сенат от штата Нью-Йорк. Но приемный дом сегодня встречает ее плакатами с обвинениями в политическом лицемерии. Ее сторонники схлестнулись со сторонниками ее оппонента-демократа Берни Сандерса. Несколько лет назад Хилари Клинтон пыталась покорить Нью-Йорк в качестве американского сенатора. И тогда ей это удалось. Сейчас она пытается покорить Нью-Йорк как будущий американский президент. Здесь, в колледже штата Нью-Йорк, она выступает с речью. И студенты, которые собрались ее послушать, не все обязательно ее поддерживают. Только того, что она женщина, недостаточно, чтобы я отдала ей свой голос. Я во многом не согласна с ней во внешней политике. Это ее вина, как бывшего госсекретаря, что мы до сих пор ведем войну. Она все время меняет свои позиции по самым важным вопросам. Но обвинения в политическом оппортунизме сторонники Клинтон парируют аргументами о ее политическом опыте. Слушайте, ну вот я работаю в сфере образования с 19 лет. Я с годами становлюсь только лучше, как хорошее старое вино. Так же и Клинтон. Она знает, что делает. Бывшая первая леди, бывший сенатор, бывший госсекретарь, она критикует оппонента Берни Сандерса за обещания, которые он не сможет выполнить. Он всем молодым людям обещает бесплатный колледж. Очень хотелось бы верить, но за бесплатное образование губернаторы США должны будут заплатить 28 миллиардов долларов. А губернатор Висконсина, например, только что резал образование в штате на 250 миллионов. Все эти обещания Сандерса нереалистичны. Берни Сандерс действительно обещает чуть ли не социалистическую революцию, сокращение разрыва между богатыми и бедными, ограничение влияния корпораций и даже легализацию марихуаны. На выступление Берни Сандерса в Бронксе пришли жители этого района, представители среднего класса, рабочего класса, значительное количество представителей этнических меньшинств. Это собрание больше напоминает какую-то веселую тусовку, чем серьезное политическое мероприятие. Сюда пришел даже Барак Обама. Ну, не сам Барак Обама, а его двойник. Хотите верьте, хотите нет, но капитализм почти изжил себя. Мы последняя капиталистическая страна в мире. И то, что Барак Обама начал, Берни Сандерс доведет до конца. Демократический социализм уже близок. В этом предвыборном сезоне дорога в Белый дом может проходить через штат Нью-Йорк. Здесь на праймерис разыгрывается большое количество делегатов. 291 у демократов и 95 у республиканцев. Берни Сандерс – бывший мэр, бывший конгрессмен, действующий сенатор от штата Вермонт. В Нью-Йорке он совсем уж местный. Родился в Бруклине и говорит с ярко выраженным бруклинским акцентом. Вот что я хочу сказать. Настоящие перемены происходят не тогда, когда президент подписывает закон или Верховный суд принимает решения. Они происходят, когда миллионы людей смотрят вокруг и говорят, статус-кво больше неприемлем. Эксплуатация трудящихся неприемлема. Расизм неприемлем. Сексизм неприемлем. Гомофобия неприемлема. Среди республиканцев первым начал свою предвыборную кампанию в Нью-Йорке Джон Кейсик. Губернатор штата Огайо пошел в народ в Квинси, где живет много эмигрантов. Здесь он наведался в одну знаменитую пиццерию. В отличие от оппонентов республиканцев Дональда Трампа и Теда Круза, он не планирует выслать из страны всех нелегальных эмигрантов, если станет президентом. Что маловероятно. Он пока на почетном третьем и последнем месте. Мои ценности это ценности республиканской партии. Я католичка, я против абортов. Я поддерживаю многие консервативные позиции. Джон Кейсик, на мой взгляд, самый разумный республиканец из всех кандидатов. Но если он не будет номинирован, я буду голосовать за Берни Сандерса, потому что мне не нравится Трамп. Очевидно, что в Нью-Йорке праймерис 19 апреля будут подемократически непредсказуемыми. Виктория Купченецкая и Сергей Гусев специально для настоящего времени из Нью-Йорка. Препарат мельдоний, ставший недавно причиной неприятностей для теннисистки Марии Шараповой и ряда других российских атлетов, снова напомнил о себе. Как сообщает канадский телеканал ТСН, половина игроков юниорской сборной России по хоккею провалила допинговый тест накануне чемпионата мира, который откроется через неделю в Соединенных Штатах. В итоге весь состав 18-летних хоккеистов будет заменен, и на чемпионат отправятся 17-летние игроки. Комментаторы уже назвали это событие крупнейшим допинговым скандалом в хоккейном мире. А теперь уже бывший тренер юниоров Виталий Прохоров признал, что сложилась очень неприятная ситуация. Во многих американских городах число убийств в прошлом году выросло после многолетнего спада. В столице США зарегистрирован самый высокий уровень преступности за последние 7 лет. Местные власти придумали весьма необычный способ поддержать тех, кто находится в так называемой зоне риска. Теперь, чтобы они не совершали преступления, им будут выплачивать деньги. Эрика Бриск жила преступной жизнью. Сегодня она дизайнер молодежной одежды. По ее словам, благодаря этой программе у нее сформировался другой взгляд на жизнь. У меня словно открылись глаза. Я поняла, что способна на большее. Я начала заниматься тем, что мне нравится. Эрика говорит, что сделает все, чтобы не повторять предыдущих ошибок. Раньше я постоянно воровала продукты из супермаркетов. Потом перешла на другие вещи. Начала угонять машины, грабить людей и дома. Я провела в тюрьме 9,5 месяцев. Жизнь Эрики изменилась частично благодаря программе психологической поддержки и профессионального обучения. Если она хорошо выполняет требования программы, ей платят 8 долларов в час. Некоторым необходим небольшой финансовый стимул для того, чтобы они начали жить правильно. Городской совет Вашингтона предлагает профинансировать программу психологической и профессиональной помощи тем, кто находится в группе риска. Почему бы нам не инвестировать в этих молодых людей, помочь им залечить раны и сделать из них ответственных граждан? Нам все равно придется платить, либо сегодня, либо позже. Рональд Моттен занял активную гражданскую позицию, отбыв тюремный срок. Он ссылается на программу 8-летней давности, в рамках которой молодым людям платили 300 долларов в месяц за то, чтобы они не ввязывались в неприятности. Речь не идет о пособиях. Мы говорим о поддержке, о помощи тем, кто в процессе изменения своей жизни мог бы продолжать кормить свою семью. Из этих людей вырастут ответственные граждане, готовые работать и трудиться на благо своего города. Моттен отмечает, что уровень преступности в столице падал на протяжении 4 лет подряд, до тех пор, пока не прекратилось финансирование программы. Критики же утверждают, что новая программа не принесет серьезных результатов, но обойдется городу почти в полмиллиона долларов для 200 человек. Город же пока финансирование не нашел. Мы выделяем вознаграждение за информацию, которая поможет в расследовании, но не за то, чтобы кто-то не ввязывался в неприятности. По словам начальника полиции Вашингтона Виндет Паркер, правоохранители не имеют права обсуждать подробности программы. Рональд Моттен же надеется, что политика не встанет на пути прогресса и город найдет средства на материальную помощь молодым людям из зоны риска. В зоопарке в Сан-Диего родился детеныш белого носорога. Почему это интересно и важно, спросите вы. Ответ в нашем следующем сюжете. В сафари-парке зоопарка калифорнийского города Сан-Диего родился носорожек. Малыш, у которого пока нет имени, стал 95-м по счету носорогом, появившимся на свет в этом зоопарке. Мама ребенка Холли и отец Майоти чувствуют себя хорошо и ответственно подходят к исполнению родительских обязанностей. Рождение носорожка стало небольшой сенсацией. Дело в том, что для Холли, которая живет в Сан-Диего уже 10 лет, это самый первый детеныш. Ветеринара считает, что ей удалось забеременеть после смены диеты. Мы подозреваем, что особые вещества, фитоэстрогены, которые вырабатывают некоторые растения, каким-то образом влияют на низкую плодовитость белых носорогов. Поэтому два года назад мы решили изменить их рацион, чтобы уменьшить количество потребляемых фитоэстрогенов. Примерно год назад мы стали замечать, что поведение носорогов изменилось. Этого мы не видели на протяжении десятилетий. Еще один важный момент. Семья Холли и Майоти принадлежит к исчезающему семейству белых носорогов. Появление каждого нового детеныша помогает добиться сохранения этих животных. Сегодня больше, чем когда-либо, нам нужна здоровая популяция белых носорогов за пределами Африки. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Я, Игорь Тихоненко и команда Настоящего Времени в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге. И прощаемся с вами до завтра. Тимур, всего доброго. Это были события Настоящего Времени. Спасибо коллегам в Вашингтоне. Я Тимур Олевский. Пока. Субтитры подогнал «Симон»